Проблемы были там с арестом часов на таможнях швейцарских. А по какому основанию? Мы не на рожен. Вы прямо на рожен полезли с такой русскостью? Моя миссия. И логистика, и оборудование у нас все из недружественных стран. Из российского что, только вот титан? Титан, да. Материалы у нас какого качества? Хотелось бы лучше. И за 20 тысяч долларов и не купите, это минимум 40. Мерч миньонов вот издалека. Но они стоят 40 тысяч долларов. А куда деньги девать? Дворец в Геленджике. Масса вариантов. Деньги вообще ничем не помогут. Только люди. Ценность наша. Это люди. Среди российских часовщиков вы сейчас самый дорогой? Да, конечно. Мне это пройдет. Все будет отлично. Не форбсы. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это не форбсы. И сегодня мы наконец-то пришли в гости к часовщику, изобретателю и художнику Константину Чайкину на его мануфактуру. Редко сейчас встретишь предпринимателя, который живет в России и успешно ведет бизнес по всему миру. Получает награды в швейцарских салонах Цюриха и в московском Кремле. Создает сложные часовые механизмы и управляет собственной мануфактурой. Часовое искусство – это, пожалуй, один из самых сложнейших видов творчества на стыке инженерных наук. Самый известный независимый часовщик России в 2023 году – Константин Чайкин. Именно он создал первый турбион в новейшей истории страны. Это устройство, частично компенсирующее земное притяжение и помогающее увеличить точность хода механических часов. И просто очень красивая вещь. А обучился он этому искусству сам, по книжкам еще, до появления онлайн-образования и даже Ютуба. Любой часовщик, который создает собственные часы, он старается найти свой стиль, найти себя, создать какое-то свое направление. Чайкин родился в Ленинграде в интеллигентной семье. Отец Константина в юности занимался радиотехникой и неудивительно, что сын тоже увлекся этим. Заболев радио, Константин поступил в электротехникум, а затем ослужил в армии связистом. После армии Чайкин застал Петербург рокерский и даже панковский. Тогда был рассвет группы Короли Шут и Жанны Агузаровой. Об этом мы еще поговорим. Первые деньги на часах заработал благодаря перепродаже вместе с партнером Русланом Никифоровым. А потом и сам захотел стать часовых дел мастером. Первый турбион у Чайкина получается создать в 2003 году. Это первый и единственный на тот момент российские часы класса Grand Complication в стеклянном корпусе, открывавшем работу механизма. Первый опыт создания прототипа он был по-настоящему сделал с помощью лобзика. Ну и собственно прототип работает, черт возьми, да, то есть все работает, значит это возможно сделать турбион. После будут десятки уникальных часов и механизмов. Но по-настоящему узнаваемым Чайкин станет после яркого выхода Джокера. Вся серия была продана за несколько дней, а купить их на вторичном рынке сегодня будет стоить несколько миллионов рублей, около четырех. Помимо Джокера в коллекции Чайкина были миньоны, Дракула, Харли Квинн, Санта Клаусы, Тигры, Луноходы, часы посвященные кино, часы в стиле мексиканского Дня Мертвых и многие-многие другие. Одни из последних колобки. Часы Чайкина так популярны и узнаваемы, что на большинство из них уже делают подделки. И даже паль стоит недешево. Это мой способ создавать часы не как механизм или аксессуар, а именно как объект искусства. В него хотят инвестировать крупные бизнесмены, фанаты часового искусства. Но Чайкин развивается сам, потому что хочет расти качественно в естественном темпе. В первую очередь воспитывая мастеров часового искусства, которых в России, к сожалению, не найти. Сегодня мы поговорим про часы в космосе, марсианский календарь, санкции, отмену русских и настоящее время. Ставьте лайки, досматривайте это интервью до конца и пишите комментарии. Приятного просмотра! Не парцы! Как выглядит карта Москвы глазами агента по недвижимости. Исторический центр – территория креативного класса. Акулы бизнеса выбирают границы Садового и Третьего транспортного колец. Любители спокойствия и комфорта предпочитают уютные спальные ЖК. Но что делать тем, кто хочет использовать сразу все возможности столицы? Выбирайте одну из новых точек на карте от Level Group. Проекты Level для ярких и целеустремленных людей, которые хотят больше, чем просто жить. Здесь все продумано до мелочей. Чтобы каждый из нас мог сказать – вот это мой уровень. Главные правила Level одинаковы для всех архитектурных проектов. Тщательно выбранная локация, удобная транспортная доступность, близость метро и основных развязок. Инфраструктура в полном объеме. И, конечно, внимание к деталям, из которых складывается наша жизнь. Широкий выбор продуманных планировочных решений и редких форматов квартир. Яркие дизайнерские лобби в каждом проекте. Лаконичная архитектура с благоустроенной территорией для игр, спорта и отдыха. Современный стиль и не только. Выбирайте свой Level. Покупайте квартиры в Deluxe сегменте комфорта и бизнес-классе. Лучшие цены всегда на старте продаж. Выбирайте квартиру. В новых очередях проектов Level Мичуринский. Level Южнопортовая или Селегерская. От 7,6 миллионов рублей. И не пропустите самое яркое предложение осени. Старт продаж нового проекта Level Нижегородская. Квартиры по максимально выгодной цене в одном из активно развивающихся районов Москвы. Уже доступны к покупке. Будьте в центре комфорта. Подробности на сайте level.ru Не портцы. Вы работаете над своим брендом, над своим механизмом. Насколько я понимаю, уже 20 лет в этом году у вас такой юбилей. Если сравнивать с аналогичными брендами высокого часового искусства европейскими. Срок не такой большой. Столетние бренды. Но если посмотреть на Россию, на новейшую, то аналогов нет. Как говорят, у нас аналогов нет. Что изменилось за эти 20 лет с рынком и с российским рынком? На сегодняшний день действительно та разница, которая была между 2003 годом, который я начинал, и сегодняшним днем, она существенна. Существенна во многих аспектах, начиная с экономической, политической и прочей ситуации в стране и в мире. И заканчивая, скажем, рынком, который, конечно, за это время и в России, и за рубежом сильно поменялся. Начнем с того, что 20 лет назад, когда я начинал, в начале 2000-х, то есть я начал свой бизнес в 2000-м году. На тот момент, когда я начинал, то есть не было, был вообще белый лист в России. Практически все предприятия, они либо не существовали по производству часов, либо находились в состоянии банкротства. И, скажем, в принципе, независимых часовщиков не было совсем, кто создавал собственные часы собственным механизмом без наличия огромного бэкграунда в виде производства. Но было, опять же, в советское время 19-часовых заводов, которые производили десятки миллионов часов в год. И за вот это короткое время, после 80-х, до начала 2000-х, к сожалению, они все прекратили свое существование. Поэтому, скажем, не имея опыта, не имея бэкграунда, учителей, какого-то опыта, работают на заводе, ни в школе, нигде, пытался создать свои первые часы в 2003-м году. В 2003-й год вы начинаете строить свой бренд. Что было в вашей жизни до этого? Вы из Петербурга, и с какой вы семьи для начала? Ну, я не начинал строить свой первый бренд, тогда я была маленькая такая, маленькими шажками. У меня из часовщиков была только покойная бабушка, которая при этом не занималась ремонтом часов. Она на Невском проспекте, дом 23, очень известная старая мастерская, занималась приемкой часов в ремонт. То есть она принимала часы, я об этом знал, но как-то абсолютно не связывала свою жизнь или будущее с часами совсем. То есть вы из петербуржской интеллигенции такой? Ну, мама была экономистом, сначала работала в детском саду воспитательницей, потом работала экономистом в государственной компании, потом, соответственно, в частной. Отец всю жизнь был связан с предприятием, заводом, был такой известный большой завод «Звезда», который производил крупные двигатели для и военной промышленности, то есть военных судов и гражданских судов. И он занимался испытателем, был испытателем этих двигателей. Были моменты, когда ездил по заграницам, во Вьетнам, в Индонезию. Это были середины 70-х годов, но, опять же, мы были из достаточно небогатой семьи. И начало 90-х, как и большинство людей в постсоветском Союзе, очень, можно сказать, и в бедном состоянии провели. То есть и кушали макароны без мяса, и так же, как и все остальные, получали по талонам питание. В общем, достаточно тяжелое было время. Петербург – это своя квартира или коммуналка в это время? Была с... То есть я начинал, как бы родился в коммуналке, потом родители получили там свою квартиру однокомнатную. И мы до 12 лет прожили вчетвером, то есть с моей сестрой, в однушке, и потом там получили родители трехкомнатную квартиру. Вы отучились на радиотехнике. Радиотехнике, да. Радиотехнике. С чем вы хотели связать свою жизнь? С радиосвязью. Я, как и многие советские дети, начиная там с шести лет ездил по пионеролагерям. И однажды в лагере был радиокружок. И была любительская радиостанция. То есть, ну, представляете себе, это середина 80-х, значит, пионеролагерь, сосны. И, значит, приезжают ребята, одни начинают копать большую канаву для того, чтобы сделать, положить такую большую, закопать большое ведро туда, подвести заземление к радиостанции. Второй залезает на эту сосну, на самую вершину, там, 30 метров, закрепляет антенну. Меня там ребята, кто работает на радиостанции, подзывают. Смотрите, вот мы вот с Антарктикой сейчас связываемся, с ребятами с полярной станции. А вот ребята из Австралии, а вот из Америки. Ну, и представляете, середина 80-х, то есть закрытые границы, железный занавес. И тут вот ребята реально общаются со всем миром. Но это там действительно романтика. И поэтому после возвращения с пионерлагерей и после успешного изучения как бы азбуки Морзе, я уже ходил в этот радиокружок и видел себя там радиотехникой. Следующий этап – это ходил по помойкам, собирал, значит, детали от каких-то телевизоров старых, выпаивал их. То есть купил паяльник, выпаивал радиодетали. Пультовое место в нашей стране в 90-е – это Петербург. Про него снято про эту эпоху достаточно много фильмов, сериалов. Там тот же «Бандитский Петербург». Что это было за место тогда? Там 16, 17, 18 лет учебы в техникуме. Это на Васильевском острове, он на третьей линии находился. На Большом проспекте там находился известнейший на то время такой панк-рок-клуб «Там-там», который первый открылся в Петербурге. Но там было действительно весело. И вот эта вот романтика, вот этот вот рок-панк-музыка очень увлекала, потому что это была тоже очень безбашенная на то время история, которая действительно в сравнении с 80-ми или 90-ми, или сегодняшнее время – это уникальное время, когда можно было действительно все. Там прям был угар. С кем-то из панк-рокеров знакомы? Бывали там в кругах, я не знаю, кого? Киша, еще кого-нибудь. Ну, во-первых, начиная там с Агузааров, заканчивая с «Король и Шут». А, то есть вы и горшка знали? Да, конечно, лично знали. После небольшого ответвления от нашей темы, что он был за человек? Сейчас про него сериал недавно снимали. Ну, я посмотрел часть, первую серию сериала и потом закрыл, потому что немножко совершенно другая история. Не он там? Не совсем. То есть он достаточно, ну, в то время, наверное, то есть я, поскольку тоже немножко был в этой среде, и даже чуть-чуть играл на барабанах, да, и был у меня опыт, скажем, и на концерте присутствовать, а на концерты мы ходили там именно за барабанами, да, и в этом зале присутствовали. То есть я два-три раза в неделю туда ходил, потому что после учебы это весело, как бы очень весело было по выходным, как бы какой-то движ. И, в принципе, все ребята, которые тут приходили, находились в какой-то общей такой веселой, прямо безбашенной среде. Ну, как бы он прекрасно в это вливался. То есть какой-то там, не знаю, серьезности там не было. То есть ребята там сочиняли потрясающие тексты, была там классная музыка, совершенно нормального звука не было вообще. То есть там был ужасный звук, вот, но всем было весело. Много пива, как бы, и просто классно. Скажите еще про Агузарова Жанну. Ну, мы пару раз сидели и там пухали. А то есть вы вот со всем этим там-тамовским клубом выпивали пиво? Даже видео сохранились просто этих концертов, но это вообще ничего подобного сейчас нет. Любимая тема Ютуба 90-х – это бандосы, так скажем, бандиты. В вашей жизни они фигурировали где-то? Ну, да. Я после этого жил, наверное, в 98-99 год. Я, то есть работал немножко торговым агентом. Потом работал, первая там серьезная работа – это замдиректора компании, которая занимала деревообработкой. Но периодически встречалась. То есть люди там останавливали машину, открывали багажник, доставали какие-то стволы. Потом, когда работал замдиректором компании по деревообработке, там директор был должен кому-то какие-то кухни, какой-то заказ. Приезжал чувак и бегал по производству с дубиной, лупил всех налево-направо. Ждал денег, когда ему там либо кухня отдадут, либо деньги. Ну, весело было. Были такие времена. И тогда вам тоже было весело? Нормально ты как бы. То есть ты принимаешь это время, эту среду. То есть не было никаких там, ну, да, окей, значит, надо находиться. Деньги как срабатывали после армии? Я пошел работать на предприятие, где мама работала, делать железные двери. Вот с этого момента там знакомство с дверью, с перфоратором, со сварочным аппаратом. То есть много новых интересных профессий. Вот хотя я после армии хотел поступать в Репино, рисовать. 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 У меня была мечта такая. Тем более, что после службы принимали без экзамена. То есть какой-то лайтовым был вариант туда поступить. Но я подумал, что надо зарабатывать деньги. Ну и пошел заниматься изготовлением дверей. Делал железные двери и носил их на спине на какой-нибудь 17 этаже. Это уже как первая такая бизнес-проба была? Не-не-не, это была. Ну просто работа, деньги зарабатывать. В найме полчаса. Да. Не парцы. За такими товарами, как часы, лимитированные украшения и аксессуары, мы по привычке идем в бутик на выставку или аукцион. Часто забывая о том, что практически любую модель можно заказать с помощью всего одной кнопки на маркетплейсе. А знаете, почему продавцы самой разной продукции от люкса до среднего и низкого ценовых сегментов все чаще выбирают для продаж площадку Мегамаркет. Давайте разберемся. Итак, для успешного старта на маркетплейсе новички получают 30 тысяч бонусных рублей. Их можно потратить на инструменты продвижения. Также на товары от новых продавцов действует повышенный кэшбэк от 25%. Отличная инвестиция в ваш бизнес со стороны маркетплейса. Сразу после регистрации и размещения на витрине ваш товар доступен сотням миллионов потенциальных покупателей. Вдумайтесь в эти цифры. Более 106 миллионов розничных клиентов Сбербанка, 68 миллионов участников программы Сберспасибо, 6 миллионов подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм Плюс, а еще все те, кто ежедневно заходят на Мегамаркет за качественным продуктом и отличным сервисом. Подробнее об уникальных возможностях платформы для вашего бизнеса узнаете по ссылке в описании к этому видео. Подключайтесь как продавец и растите вместе с Мегамаркетом. А первая история, связанная с коммерцией, какая у вас была? Вот с партнером в 2000 году, в сентябре, то есть решили сделать, попробовать сделать свой бизнес. То есть мы покупали часы недорогие в Москве и продавали их в Петербурге. Разносили в комиссионки или в какие-то маленькие магазины, продавали. Как зовут партнера? Руслан Никифоров, у него центр реставрации в Москве. Первый партнер мой, он до сих пор, как бы мы дружим, он продолжает дело, занимается сервисом часов, а я делаю. Это были бюджетные часы? Бюджетные, да, недорогие. Что-то Кассио такое, недорогие. Кассио Сейк. То есть вы были таким с партнером-челноком из Москвы и Питера? Можно сказать так. То есть забирали товар, приезжали и в Петербурге по точкам. Купили первую машину, четверку такую оранжевую, вас 2104 на ней возили с багажником. И это продолжалось три года? Три года продолжалось. Вот был этап еще в 2002 году, когда я предложил, вот у нас есть магазин, и там продаются часы, и наручные продавали, и настенные. Давай попробуем и сделаем настенные часы. Мы действительно сделали. 25 часов в одном дизайне, 25 в другом, с покупным механизмом немецкого производства в Хермле. Купили механизмы, купили стрелки, заказали, ну, придумали дизайн, я придумал дизайн, заказали упаковку и сделали корпуса, заказав корпуса для них на заводе. Сделали 50 штук часов, ну, как-то за достаточно небольшое время их продали. Это был 2002 год. И следующий опыт изготовления своих часов – это часы к 50-летию отцу на юбилей в 2003 году. Я взял швейцарский механизм, циферблат, корпус, так, почти напильником, был сделан стрелки, ну, и подарил отцу на 50 лет. Это было в начале 2003 году, ну, и в этот момент уже, скажем, накопилось, скажем, все желание и страсть сделать свой механизм, потому что изучил, как работает турбион, немножко понял, как это сделать, начал делать свои первые чертежи. Вот, и весной 2004 года часы были закончены. Настольные часы с турбионом. Вы научились делать часы, я смотрел документальные фильмы, просто по книге, да? Да, просто по книгам. Сам. Ютуба не было, сам. Не значит, что книга, как бы, хороший учитель. Наставников вокруг и близко не было в часовом ремесле, то есть после Советского Союза их смыло всех, кто разбирался. Нет, там история была аж какая. То есть я пришел, я подумал, а давайте сделаем турбион. Оказалось, феноменально с точки зрения бизнеса, потому что, ну, ты сделаешь турбион, вот смотри, как, когда еще не было китайских турбионов, были там швейцарские, и стоили дорого. Вот, сделаем турбион, как бы, хорошо, это будет классная штука, мы продадим. Вот, как бы, отличный бизнес-план. Вот. Как бы, что от меня нужно? Ну, придумать турбион там, ну, максимум, на что я мог, это нарисовать. То есть я рисовать-то уменял, вот давай сделаю чертежи. Сделал чертежи, то есть, ну, потратил время, ну, действительно изучил, там, как работают колеса между собой. Это тоже не пять минут, то есть изучал. Потом взял, есть такая программа CorelDRAW, вот в ней нарисовал, значит, чертежи этих деталей и принес к человеку, он занимался реставрацией часов, старенький дедушка, но у него был токарный станок, и он умел реставрировать, изготавливать детали. Ну, пришелся, мы говорим, давай сделаем часы, ты будешь делать детали, мы будем их собирать, вот тебе чертежи. Он говорит, ну, давай подумаем. Вот, он, в общем, месяца три думал, я к нему много раз заходил, давай, 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 он говорит, да, у меня там свои дела, потом, потом, потом. В итоге я устал к нему ходить и подумал, надо делать самому. Купил там один токарный станок, второй токарный станок и сел, начал пробовать сам делать детали. На то время вам 27-28 лет примерно? Вы уже были как обеспеченный такой молодой предприниматель, можно сказать, или денег было мало? Ну, нано-бизнес. Нано-бизнес. Ну, то есть на все хватало, да, по тем временам? Ну, я думаю, что мне хватало в целом на все, то есть уровень там, заработка был не очень какой-то большой, но, скажем, выше... Зона комфорта была. Зона комфорта была, еще было много времени, потому что это зона комфорта, то есть сам по себе бизнес, то есть он говорит, ты раз в две недели ездишь, покупаешь часы, перевозишь их в Питер, там в течение недели ты работаешь с магазинами, ну, у тебя там еще неделя есть на отдых. То есть времени было очень много, поэтому на фоне, наверное, присутствия этого времени, на фоне как бы вот желания такого большого, надо что-то сделать, как бы обязательно. Тем более уже такой маленький опыт был, получилось начать. И спасибо моему партнеру, потому что потом, когда я уже в течение большого времени сидел все-таки за верстаком, он выполнял как бы важную миссию, там, зарабатывал нам денег. То есть он был менеджером таким? Нет, он не менеджер, он занимался... Я имею в виду занимался управлением, а всем вообще занимался. Нет, он занимался бизнесом в плане основным, который доход приносил. То есть ездил там, закупал часы, а я сидел за верстаком и пробовал делать часы. Он на вас не смотрел, как на такого рехнувшегося человека, который, значит, сделал тему, деньги шли, все нормально, 26 лет, можно открыть вторую точку, третью точку, купить там, я не знаю, Мерседесик, домик, а вы такой, нет, буду изобретателем, все, я решил. Буду часовщиком, как бы, буду сидеть за верстаком, делать часы, да? Там еще было далеко до изобретательства, вообще никакого не было, просто надо было сделать там часы с турбионом. Изобретательство потом пришло. Часы с турбионом, вы договорите, как будто это, я не знаю, что с кворечник сделает. Не-не-не, так бизнес-план же был, надо было сделать часы, потом их выгодно продать. То есть был план. Как первые годы шел бренд? Нулевые, например? Да не было бренда, то есть бренда, ну, как таковой бренд, он появлялся потом, стояли очень маленькие, маленькие задачи. То есть первая задача была сделать часы, и, наверное, если они будут классно их продать, но на этапе уже процесса создания часов, я понял, что я сделал все-таки какой-то так называемый на английском языке, знаете, говорят, school watch или school clock, то есть это школьный экземпляр, основная цель которого это научиться, то есть познать ремесло, начинать познавать ремесло. Это было только начало. Вот поэтому сделать часы, конечно, был большой плюс, что о них немножко люди узнали, там написали статью в журнале про них, вот смотрите, там есть первый русский турбион. Дальше было понимание, что вот это еще рано продавать, оно как-то непродамаемо очень выглядит. То есть в 2003 году уже были часы с надписью Константин Чайкин? В 2004, в начале 2004 года. Но они еще не продавались? Они не продавались, они до сих пор стоят вот у Руслана в Петербурге в центре реставрации часов. Как музей, да? Музей, да. А первые часы, когда удалось продать? Были проданы в 2006 году, это были часы с мусульманским календарем, прям точно помню. Вы очень много сделали. За 10 тысяч долларов. Сразу же за 10 тысяч долларов? Сразу же, да. Это вы сначала нашли клиента или сначала сделали часы? Нет, уже потом нашел клиента, предложил, как бы и мы сделали. Это были первые часы, которые были проданы. А как это у вас такой расчет? А, это уже было много часов разных, но эти именно проданы были первые? Это были четвертые часы, которые были сделаны и первые, которые были проданы. Трое часов до этого ушли, условно говоря, в стол. Первые часы стоят у Руслана в центре реставрации, вторые стоят в музее в политехническом сейчас, а третьи у нас здесь внизу в нашем музее стоят. Сколько у вас уходило время на создание первых часов? Вы же их полностью от и до делали своими руками, насколько я понимаю? Больше 6 месяцев, да. Одни часы? Да. То есть 6 месяцев делать изо дня в день одно и то же? Поиск. Сначала поиск, как это сделать, затем поиск, на чем это сделать, то есть выбор, поиск оборудования, поиск технологий, потому что если посмотреть на то, на чем это делал, выглядит прям реально хобби какое-то. То есть в целом это была история, конечно, как первичная мысль, что можно сделать очень круто, но для того, чтобы узнать очень круто, надо знать, как это делать. То есть зачем это было понятно, да, первоначальная цель была понятна, Ну, как это делать, было непонятно. Поэтому первые, вторые и третьи часы – это был поиск. Поиск себя, поиск знаний, поиск технологий. И только потом уже это коммерциализировалось. То есть ушло три года на то, чтобы, скажем, научиться делать. И, условно говоря, первая продажа была только в 2006. А вас поддерживал кто-то на этом пути или это только на собственную мотивацию? Партнер, как бы собственная мотивация, интерес, как бы страсть какая-то. То есть партнер говорил, что это круто. Я надеюсь, что он не верил. Я ему рассказывал, что за этим какое-то будущее может быть. Но первое – это выглядит, конечно, как хомби. Тем более, что не было примеров вообще. Я в России первый начинал это делать. Это выглядело как действительно какое-то хобби с каким-то пониманием будущего. То есть не нужно было самому для себя понять, как должны выглядеть часы. У меня опыта даже не было. Знакомство с дорогими часами вообще в руках не держал. Первые часы, которые я подержал в руках, дорогие. Они стоили 5000 долларов. Дорогие. Это было на выставке в 2004 году. А до этого был очень важный этап. Это 2004 год – выставка Бриге в Эрмитаже. Вот я после того, как сделал свои первые часы, я пришел на эту выставку, посмотрел, что, простите, меня там делали 200 лет назад. Делал там Авраам Луин Бриге. Вот посмотрел на вот эти потрясающие по сложности, по технологичности, по красоте часы. И понял, как бы, чувак, вот 200 лет назад для тебя совершенно все это делали. Я думаю, что, как бы, давай, продолжай, норм. Все будет, все получится. То есть была очень хорошая такая мотивация. То есть вы не видели ни Ролексы, ни Бриге до того, как сделали первые часы? Нет. Ну, на картинке, да. На картинке журнале. В руках не держал. Вы влюбились тогда в них, вот в эти Бриге в Эрмитаже? Да. Ну, у меня до сих пор, как бы, Бриге является, там, одним из самых любимых, ну, именно старый Бриге, любимых брендов, любимых часов. Говорят, что он сейчас чуть-чуть подсдал Бриге. Ну, не он, как бы, а в сводч-группе, да, с Бриге. Что ничего интересного за последнее время не выходило? Не, ну, интересно выходит просто, ну, ребята, ну, у Роликсы, что, много интересного выходило, но при этом, как бы, все любят. Это просто бизнес сегодня. Это же бизнес, да, там, это неинтересно, неинтересно, это же не про стресс, скорее, а про бизнес для большинства. Ну, и сводч-группы, может быть, немножко сегодня подсдал, если мы говорим комплексно. Там же много других брендов. Омега, например, есть тоже замечательный бренд. Но я надеюсь, что там что-то поменяется, и мы увидим бренд и часы Бриге в новом качестве. А за вами есть какой-то инвестор? Вот в 2000-е мне рассказывали, что вы как-то взаимодействовали с брендом Ника. Не в 2000-е, в 2010-х. Вот они за забором здесь. Они были инвесторами наших. Были. То есть начинал я без инвесторов. Потом в 2010-м году они стали инвесторами компаний. А сейчас? Сейчас уже нет. А почему так? Ну, все, наверное, в 2014-м году началось, когда, скажем, для инвестиций у них не стало возможности определенных. И в какой-то момент был такой выбор интересный. Либо мы закрываем мануфактуру Константин Чайкин, либо надо что-то менять. Я сказал, ребят, ну, закрывать для меня это не бизнес, а для меня это жизнь, поэтому закрывать я ничего не буду. Я беру руководство компании обратно в свои руки и начинаем все по-новому. Они были как инвесторы, или они управляли бизнесом тоже? Инвесторы, но управленцы. То есть мне предложили работать, скажем, заниматься только изобретательской деятельностью. Я говорю, окей, это вообще кайф. Сиди, изобретай, застричь. Был нанят директор производства, начальник производства. И мы там три года пытались построить мануфактуру, которая в итоге прибыльной не стала. То есть затраты и технологическое развитие были очень... То есть затраты большие, вытянуть на окупаемость не удалось. Наступил 2014 год, то есть инвестировать инвесторы уже больше не смогли, и все, надо было либо закрываться, либо дальше куда-то бежать. А амбиция у вас была какая? Ради чего привлекался инвестор? Просто чтобы оставаться на плаву и развиваться? Развиваться, нет, для развития. Огромные какие-то планы. Ну, конечно. Мы всегда очень смешные вещи говорили. Знаете, была, по-моему, в 2011 году в кафе Пушкин приглашили журналистов, когда я в Москву уже переехал, с Петербурга. Вот. Есть амбиции построить там русский Патк Филипп. Сейчас мне просто смешно. Как бы четко понимаю свое место во вселенной, куда идти, да, и кто такой Чайкин. Я имею в виду как бренд, как компания, поэтому не... То есть свое уже понимание там и будущего, и без всяких там громких каких-то слов и амбиций. Шесть лет вы развивались сами, да, получается, потом привлекли инвестора. Семь лет. Семь лет сами на свои деньги, а большой требовался капитал для создания? Степ-бай-степ. Ну, то есть потихонечку, вот деньги от основного бизнеса, который был связан с торговлей, они потихонечку инвестировались в покупку оборудования, в развитие. То есть это все было потихонечку. В этом году один станочек купили, в следующем другой, маленький станочек. Не помните какую-то первую отложенную на этот бизнес сумму, условно говоря? А все откладывалось. Ну, как бы все шло сюда. То есть вы на себя практически ничего не тратили? Ну, так и сейчас особо, знаете, как бы я здесь живу просто, физически здесь нахожусь. На себя вот я там джинсы покупаю там две пары в год. То есть вы работаете в люксе, но сами на роскошь не тратите? Моя роскошь вот она здесь. Я прекрасные вещи создаю. Вот это роскошь. То есть то, что я делаю руками. Так сколько тогда потребовалось вначале? Тысяч 10 долларов? Меньше, больше? Ну, конечно, меньше. Там первый станок был куплен за, по-моему, 20 тысяч рублей, потом второй за 50 тысяч рублей, потом этот за 20 гаузер. Это были огромные инвестиции. Это как бы я шучу, но вот порядок цен был такой. Но его же настоящая цена огромная. Нет, конечно, да. Он как раз станок, который первый я купил за 50 тысяч рублей. Это был какой-то утилизированный станок с рем, лен, рем часа. Он стоил что-то в районе 15 или 20 тысяч долларов. Достался мне за 50 тысяч рублей. А тот, который гаузер, наверное, там 20-30 тысяч долларов. У вас на разломках империи нашли. Да. Что изменилось в вашей жизни за последние два года с этой спецоперацией, ограничениями и всем остальным? Потому что я вижу, что вы ездите за границу, вас там нет нижних. Я сейчас приехал, да, из Женевы и так далее. И на выставках, и там партнеры, и мероприятия. Ну, никак, на самом деле, с негативной точки не сказалось. То есть в прошлом году были трудности определенные, но они были тоже связаны санкциями, да, там проблемы были там с арестом часов наших на таможнях швейцарских и так далее. Но это, скажем, слава богу, решаемая ситуация. А по какому основанию арест? Мэйден Раша. А просто из-за того, что Мэйден Раша? Да, да. И как решали? Консульству российскому, спасибо медиа, наверное, швейцарскому и российскому. Мне кажется, это как-то тоже повлияло на все определенные вещи и решения. Вы единственный часовщик из России, кто выставляется на выставках? Можно сказать, мой ученик это Антон Суханов, тоже стал независимым часовщиком и стал сейчас кандидатом в член Международной Академии. Вот он сейчас первый год, в этом году выставлялся. Также Ракета, да, она последние годы тоже активно участвует в международных выставках. И в Женеве мы с Дэвидом регулярно присутствуем на этих международных мероприятиях. Кроме арестов, часов на границе никаких проблем не было? Я имею в виду бытовых, там, крусофобия и прочее. Как-то часовой рынок очень маленький. И часовой бизнес, он тоже маленький. По сравнению, например, с рынком люксового алкоголя или там, лакшери фэшн, то есть это очень маленький мир, где люди знают лично друг друга. Лично, прям лично. То есть ты знаешь всех СИО, ты знаешь всех счастливчиков лично, поэтому все, поскольку меня знают очень давно, как бы вопросов как бы лично ко мне, наверное, ни у кого нет. От вас требовали какой-то позиции? Нет, нет, конечно. У меня позиция очень понятная, я ее декларирую везде. Я люблю Россию, вот, я, мой любимый город, Москва. А на вас влияет этот информационный фон военных действий? Он вас убивает из кельи, там. Ну, я сейчас, во-первых, у меня нет телевизора, лет уже 15, наверное, назад. Во-вторых, я стараюсь не читать новости. Я знаю, что любое, как бы, когда начинаешь смотреть, что-то читать, вызывает, как бы, какой-то негативный эмоциональный фон. Вот, я стараюсь не погружаться в эту историю. Могу держать руку на пульсе, то есть я там в курсе экономических новостей, вот, для того, чтобы как-то быть в бизнес-истории. Если какие-то яркие вещи всплывают, я их, естественно, тоже вижу и слышу, но глубоко к себе стараюсь не пыскать, не погружаться в этот информационный фон. А бывало такое, что погружались и прям плохо было? Ну, наверное, там, 24 февраля, я думаю, что все, как бы, это узнали и каждый по-своему это ощутил. У вас многое в плане личного изменилось? Как раз, вот, говорить про выбор, там, что делать в такой ситуации, вот, в первую очередь, надо было решать, там, важно для себя, для бизнеса, для людей, потому что у нас была, там, ситуация в сентябре прошлого года, то же самое, то есть я очень переживал, потому что, ну, каждый сотрудник, это каждый, он очень важен, да, и нельзя быстро заменить человека, и это, в общем, скажется на всех, то есть отсутствие любого, и какая-то ситуация, она сказывается на всех. Все время, каждый день приходится, да, знаете, как Тетрис, принимать различные решения, управленческие и технические, для того, чтобы это делать, ну, и тогда, в тот момент, ну, нужно было многое порешать, много менять, потому что, это, там, помимо этого, эмоциональная история, наступила тема с санкциями, там, с какими-то, там, связанные с этим проблем, которые до сих пор мы решили, но постоянно решаем, из-за этого много трудностей сейчас, да, там, и логистика, и оборудование у нас все из недружественных стран, а оборудование из дружественных стран, это вообще какой-то полный... В дружественных странах примитив, да, полный? Пример приведу, то есть мы, у нас оборудование американского, швейцарского, японского производства, естественно, да, для того, чтобы делать все скаточные детали, в момент, как бы, понимания, то, что нам сейчас и не купить, и не обслужить компанию, которая занималась поставкой, как бы она с нами работать не будет, и там отказывается обслуживать, там, и много сопутствующих проблем, естественно, первое дело, надо подстраховаться для производства, там, что-то, план Б, план С, естественно, мы там из Китая, из России нашли поставщика, который сможет сделать станок по нашим требованиям, сейчас у нас октябрь, да, у нас до сих пор ни первого, ни второго станка нет, почти за год, да, а второй станок российский, мы заплатили денег, предоплату, вот, должны были станок к нам поставить 15 сентября, должен был станок к нам прийти, значит, часа 10 сентября связался директор, новый, сказал, что плод не приплывет, потому что, значит, он не приплывет, как ближайшее время, ближайшее время в феврале, приплывет вместо сентября, а, во-вторых, по точности, которая вам нужна, он точно никогда не приплывет, поэтому, если вы хотите все-таки получить у вас станок, возможно, вы получите, но у вас более, с меньшей точностью, чем вам нужно, кайф, сказал, мне спасибо, вторые, значит, товарищи нам, тоже по нашим характеристикам, должны были сделать станок в Китае, произвести, российская компания, которая заказала, там у них станок, в итоге там задержала больше, чем на месяц, ну, это ладно, второе, значит, они уже собираются отправлять, я говорю, ребят, давайте мне еще раз технические характеристики, все, которые нужны, вот это, вот это, вот это есть, опаньки, а мы просили вам станок меньше сделать габаритами, чтобы он нормально к нам встал, они сделали больше, извините, до сих пор вот тоже мы сейчас ведем переговоры, для того, чтобы, что с этим делать, пытаемся решать эти задачи, и, конечно, ну, страшновато. Курс на вас сильно сказался? Когда он был по 55 рублей, это прям очень тяжело. Потому что у вас выручка в основном валютная? И выручка валютная, в принципе, цена, да, она устанавливается, рыночная в валюте. Сейчас сейчас классно у вас получается. Очень комфортный курс, да. То есть вы тот самый человек, который зарабатывает в валюте, а работает в рублях? Ну, мы тратим валюте, то есть у нас основное, понятно, что статья расходов в ход, у нас уровень зарплат очень высокий, на предприятии. То есть мы стараемся его поддерживать выше рынка для того, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и смогли выполнять там ответственность свою работу. Это первое. Второе, вся расходная часть, к сожалению, да, я уже помимо станков говорю, да, она идет тоже в валюте, потому что весь зарубежный инструмент, у нас весь, сто процентов, да, зарубежного производства, обслуживания станков и комплектующие тоже зарубежного производства, жидкости и все остальное тоже зарубежное производство, увы. Из российского что, только вот титан или что-то еще? Титан, да, российский. Еще что-то или только титан? Ну, материалы там, латунь, стали российская, но это по сравнению там со стоимостью других расходов это очень немного. А вот эти материалы, они у нас какого качества? Тот же титан, например? Ну, честно говоря, хотелось бы лучше. мы сейчас пришли на участок, где изготавливаются сами детали, поэтому здесь много шумных станков и много ребят и оборудования. Здесь вот есть фрезерные станки и токарный участок. Это все не российское, как я понимаю? Или что-то есть из России? Большинство оборудования, оно сделано в недружественных странах. Я понял. Сзади нас плакаты и подпись точности и ответственности. Это главное правило у вас здесь, да? Это фундамент, на котором все строится, конечно. А почему плакаты такие советские? Это вот самые лучшие, на ваш взгляд, мотивации? Там паразиты, лодыри, вот это все. Ну, здесь может быть немножко как бы сарказм и ирония. Но в целом у нас вообще, я думаю, что нет ни лоды, ни паразитов, да? Ни паразитов на работе, к счастью. Здесь все это абсолютно разные, да? Станки? Да, ну вот станки это обрабатывающий центр, на котором производится циферблат, да? Нет, сложные детали, мосты, платины. Вот здесь вот большое количество различных инструментов, то есть начиная от сырл, разведок, центровок и фрез, которые образуют, собственно говоря, и изготавливают сложные детали. И встроено сложное измерительное оборудование, которое позволяет повысить точность изготовления этих деталей. Здесь, собственно говоря, тоже изготавливаются детали, но вот сейчас здесь делаются детали ремешка, это вот кольцо для ремня из титана. Фрезеруется. То есть ставится форма, сюда ставится заготовка, и вот фрезой выбирается все лишнее, остается вот такая деталь, потом на выходе. Это дорогая штука и вообще все, что здесь находятся? Ну, все относительно, то есть станок, аналогично этому, стоил порядка 10 миллионов, сейчас, конечно, дороже. Сейчас 20 миллионов, типа 17-20? Ну, такой станок вообще, мне кажется, в России сложно будет приобрести. Ну, то есть можно китайские станки поставить. Во-первых, каждый станок нужно долго ждать, поэтому там минимум 6 месяцев. А во-вторых, это кот в мешке. То есть китайский станок вот на сегодняшний день для нас это кот в мешке. А вы обращались там вот к вашим влиятельным клиентам с запросом, что ну давай сделаем станок. Вам покой не дают мои влиятельные клиенты. Ну, конечно, мы же форму, мы же про влиятельных людей. Почему? Почему станка нет? Я изобретатель, нужен станок. Дайте станок изобретателю. К счастью, есть обратная связь, предлагают помощь, но если мы станок зарубежный из недружественной страны сюда привезем, возникнет следующий вопрос, как его обслуживать. То есть у нас более-менее сейчас налажено обслуживание со станками американскими. Да, потому что год назад была немножко паника, потому что вообще запчасти было не приобрести. И чтобы вы понимали, это не просто недружественная история, эта история очень опасна и чревата для тех, кто нам эти запчасти сюда подставляет. То есть они могут стать преступниками? Обход санкций, конечно. Но как-то проблемы эти решаем и к счастью, есть дружественные люди и в недружественных странах, и в дружественных, которые нам помогают. Вы иронизируете, для вас ведь нет недружественных стран? У меня нет. Вы такой патриотичный человек, и вы показываете в Женеве, там на международных выставках свою русскость, но вам же это дорого там обходится, там нет станков, нет чего-то еще. Вы из недружественной страны для швейцарцев, условно говоря, тут почти преступник, можно сказать. Как-то подпольное делаете на неофициальных станках. Вас это вот не раздражает? Если у нас была возможность покупать хорошее российское оборудование, мы работали только на нем. Это гораздо проще. То есть эта ситуация, она скорее от отсутствия вариантов и от таких потребностей. Мы бы с радостью покупали российский инструмент, сделанный в России, российское оборудование, просто этого нет. Вот мы попробовали, то есть не получилось, мы дальше будем пробовать. То есть вы за вот это импорт-замещение, чтобы у нас в стране все было своими? Нет, я не за импорт-замещение, я за то, чтобы в России лучше делали, чем там. То есть хороший продукт там сложно заместить, и пытаются предложить что-то очень похожее, но там работающая тяп-ляп или как-нибудь, это плохо. Это не то импорт-замещение, которое нам нужно. Нам нужен собственный продукт, не где переклеена наклейка, сделана в Китае, а реально сделанной в России, где качество будет не хуже, чем у лучших там, условно говоря, недружественных партнеров. У нас, к сожалению, с этим проблемы. Поэтому я уверен, что бизнесы в России, которые стараются сделать хорошо, пока делают как могут. Но со временем это качество вырастет. Мне так кажется. Я очень на это надеюсь. Не парцы. Вы приятели с Давидом? Ну, в хороших отношениях, да, я бы сказал, приятели, делимся как бы и какими-то болями, и какими-то радостями. Вам что больше нравится, его линия ракета, такая демократичная, или вот эти пафосные часы, которые сейчас Путин носит? Ну, я, наверное, публичное бы не стал как бы высказывать свое мнение по этому поводу. У нас с ним, скажем, мнение расходится по поводу того, как должны выглядеть часы. У меня там свое видение, как бы, у него в рамках его бизнес и производственных ограничений свое понимание. Вот, но тем не менее, несмотря на то, что у них, можно сказать, очень ограниченная с точки зрения механики возможности, вот они достаточно неплохо справляются с точки зрения бизнеса, ну и, конечно, маркетинга. Здесь у них все окей. Меня поразила его история, когда он приехал в Петербург в 90-х и нашел в Петергофе эту мануфактуру. Вот вы из Петербурга, вы знали про ее существование в 90-е? Ну, конечно. Да, Дэвид, да, когда я начинал в 2003 году свои часы, в 2003 году на Петродворцовый часовой завод, который находился в процессе, знаете, когда вот переезд происходит, вещи там из дома выходят, то есть там все в коробке, там что-то, какие-то станки стояли, прямые станки выкидывали из окон там второго этажа прямо вывозили все оттуда. Вот, я успел купить станок Гаузер, который должны были металлолом сдать. Вот, по-моему, за 20 тысяч рублей купил измерительную машину Гаузер, швейцарского производства, то есть, не выбрасывай, не выбрасывай, давай я тебе куплю. Ну, это большая проблема, наверное, с одной стороны для часовой отрасли, да, потому что она, ну, вообще канула в лету. Вы представляете, производили там порядка 40 миллионов часов в год, а сейчас, дай бог, со своими механизмами производим там 200 тысяч, то есть меньше 0,05% от того, что производили в советское время. Во-вторых, как бы вообще, что с российским производством, по сравнению с советским в целом, да, куда мы не посмотрим, везде, ну, в общем смысле для большой страны, которая была, обладала невероятными научными возможностями, невероятными достижениями в области производства, все-таки мы были, представители, СССР были на втором месте после Швейцарии по объемам выпуска часов. Что построить в Швейцарию, вы знаете, опыт был уже в советское время, да, все-таки построили что-то, вот, но он был очень интересный. Первое часовое производство, вот, массовое, начало появляться в 30-е годы 20-го века совместно там с другими, с другой индустриализацией, вы знаете, там было куплено много американских заводов, вместе с приехавшими сюда зарубежными специалистами, которые строили здесь предприятия. То есть вот база не только советского часовой промышленности была параллельно заложена там с покупкой американских заводов. Потом был действительно всплеск, рост, мы начали сами производить. В 50-е, 60-е годы мы уже сами производили станки для производства часовых деталей, а начиная с 70-х, 80-х мы перестали производить станки, начали покупать их в Швейцарии. Я не думаю, что здесь менталитет, скорее как бы какие-то... Чтобы делать более точные станки, нужно еще более точные станки делать. Там, наверное, группа проблем. Во-вторых, еще в какой-то момент скорее всего дешевле было покупать швейцарское, чем делать свое. Потому что не тот объем у страны. Сейчас фактически две страны производят, например, если вы не знали, всего две страны на 7 миллиардов населения производят... Швейцария и Китай? Швейцария и Япония производят оборудование для производства токарного автомата такого высокой точности. Только Швейцария и Япония. Корея, Китай, Германия, там все остальные менее точные производят станки. Там и Турция, там много кто производит с меньшей точностью, с меньшим качеством. Никогда не думали уехать из России в ту же Швейцарию? Приглашали очень много раз, но я, поскольку очень много бываю в Швейцарии, я знаю, что это страна. Там, во-первых, очень скучно, вот, а вот та же самая Женева, где там действительно меня, ну, правда, все время узнают и там периодически там здоровы с кем-то на улице, вот. Это маленький город, там 200 тысяч. Как там жить-то? Ну да. Я уже не могу там не жить фактически здесь, не учить людей, не выстроить для себя понимание, что ты делаешь там из технически сложенных люксовых, там, российских продуктов самое лучшее, ты должен именно вот подчеркивать, что это российское, как бы нести немножко вот эту культуру для людей. Тот же самый последний колобок. Вот я тоже хотел это спросить. Это кайф, это жене приехать. Вы же прямо, ну, знаете, для такого спокойного часового мира вы прямо на рожон полезли с такой русскостью. Там колобок, сзади на русском у вас написано колобок. Нет, ну это класс. Это очень важно. Я считаю, что... То есть всем с этим окей? Всем это нравится? Как колобок зашел-то, кстати? Прекрасно. Ну и здесь, естественно, тоже. Вот. И у меня, с одной стороны, было опасение перед тем, как мы в Женеве это презентовали, но это было осмысленное решение сделать именно там, показать именно там, потому что, ну вот на фоне как бы всех там культурных каких-то там историй с отменами и так далее, это очень важная миссия, это моя миссия. Мне хочется как бы декларировать, да, что мы там русскую культуру, российскую культуру надо продолжать развивать, надо показывать, что мы вот такие, да, мы можем делать классные вещи. В основном это иностранцы вас покупают? Знаете, как-то у нас был, разошел разговор там по поводу вот нашего базовых часов, там самых недорогих, которые, ну достаточно дороги для, особенно при сегодняшнем курсе валют для там среднестатистического россиянина, даже если он находится, ну представляет какой-то средний класс. Ну если он в рублях зарабатывает, да. Вот, то для американца это в целом, да, это именно такой средний-средний класс, как бы это достаточная сумма, которую он может потратить на часы. Вот поэтому, к сожалению, здесь две, два разных мира, увы. И, конечно, у нас много коллекционеров по всему миру, совершенно разных и экзотических, не очень в странах. Там большая часть это страны там Персидского залива, Юго-Восточной Азии, вот, даже Мексики, там США, Европа. То есть, ну география достаточно большая. А вы понимаете, как вот надеть на какого-нибудь влиятельного политика часы? То есть, такая стратегия пиаровская есть? Есть разные способы продвижения ваших часов. То есть, ну, наверное, условия, когда у тебя там плохо что-то продается, это, ну, как бы это вариант. И с точки зрения развития тоже какой-то вариант. Поскольку я не отношусь к клубу, скажем так, мертвых часовщиков, давно ушедших, там, 200 лет назад, то я тот человек, который существует здесь и сейчас. Это бренд, созданный мной и при мне. Вот. И немножко другая история, другая стратегия. Наверное, главным, не то, что бенефициаром, главным человеком, который должен это продвигать, там, из-за этого это носить, да, это, наверное, все-таки я, а не какой-то селебрити. Для того, чтобы развивался бизнес, это одна из стратегий, да, она возможна. Если мы решим в какой-то момент все проблемы с ростом производства, возможно, станет, то есть, предложение вдруг станет больше, чем спрос, и, возможно, мы вернемся с вами к этому разговору. Вот пока ситуация другая, то я не вижу как бы смысла и внимания, да, как бы работы над этим. Когда вы производите, ну, как, например, ракета там, или когда производят 5000 штук в год, для вас каждые часы, ну, то есть, они, или миллион штук в год, то, что Rolex производит, ты можешь эти часы надеть одному, эти часы надеть другому, эти часы подарить третьему, а у нас мы производим там 250-300 штук часов в год, для нас каждые часы это отдельная ценность, и каждые часы я лично руками каждый винт на задней крышке закрываю самостоятельно, да, за все годы всех часов. Ни разу больничного не было? Ну, если даже больничные часы подожду, да, меня, я приду, как бы, и сделаю то, что я должен. Поэтому у нас другой масштаб. Когда будет там другая ситуация, мы сможем решить там производственные проблемы, я не буду успевать закрывать все часы. Я слышал, что вы крайне популярны у арабов, это правда? Не только, да, но и в Азии очень популярны, и у арабов. Правда, что вас хотят инвестировать какие-то иностранцы, вы об этом думаете? Я слышал об этом, даже мне предлагали встретиться. Это вот из Арабских Эмират кто-то? Из Эмиратов, и из Турции, например, тоже. Вот, но как бы не вижу смысла. Вам не интересно привлекать там какие-то огромные деньги? А зачем? Ну, расширением, экспансией, маркетинг, вот это все. У нас все хорошо с маркетингом, с экспансией. У нас другие проблемы, более серьезные. Какие? Производство. Люди. Люди, да, самое сложное? Если вы принесете мне сейчас очень много денег, там сто, десять, там миллиард, как бы вы ничего не сможете сделать с этими деньгами, ничего. Деньги вообще ничем не помогут. Только люди. Только люди. Ценность наша, это люди. Каждый человек, который работает здесь. То есть вот так не помножишь, да, на сто, условно говоря? Вообще. Это немасштабируемая история. Ее можно масштабировать, да, действительно, переехав в Швейцарию. Пожалуйста. Такой комбинации у вас в голове нету? Ну, я уже сказал, я хочу в Россию. Я люблю в Швейцарии иногда сходить в горы, вот, иногда там можно там два-три раза туда съездить в год, вот, погулять там по берегу Женевского озера, но это не для жизни, не для кайфа. Вот, я люблю, как бы, такое, знаете, трудности определенные. У нас же с вами тут ковид сначала был, да, там, тоже в такой форме, я имею в виду, для бизнеса, не самый простой по сравнению с той же самой Швейцарией. Сейчас полтора-полтора года у нас там другая ситуация, да, продолжение трудностей, и количество трудностей, оно несравнимо с тем, что, как люди производят в Швейцарии часы, как мы делаем это здесь, сегодня с учетом санкций. Много трудностей, очень много с санкциями связано. Идея делать такие, ну, веселые, яркие, провокационные часы не была рискованной, потому что, если не знать ваш бренд, и именно, что это ценно, а так вот увидеть на скорую руку, то можно подумать, что это какие-то сувенирные, веселые часы, если честно, вот особенно Джокер, там, когда ты вглядываешься, когда ты начинаешь понимать, это другое, но выглядят они как, ну, отчасти детские часы. Да, да. Вот еще мем такой есть, как бы, про наши часы, там, это для детей, сколько стоит? Это для детей? Я изначально подумал, что это мерч миньонов, вот издалека. Да, да. Но они стоят 40 тысяч долларов. На вторичке, мерч миньонов. Один мой приятель, он, часовой агент, один из многих, да, которые летают по миру постоянно, пытаются продать кому-то дорогие часы, и на его руке я увидел, вот, ваших миньонов, ну, так спросил, что, барик, сколько стоит? Он говорит, слушай, вообще не угнаться, сейчас просто с ума сойти. 20-30 тысяч долларов он сказал, что если ты захочешь купить, и то надо год ждать, расскажите. Это неправда. Это неправда, это все фейки. Не-не-не, просто из-за 20 тысяч долларов вы не купите, это минимум 40. А, то есть это сейчас минимум 40 тысяч долларов. Да, на вторичке, но от нас вообще ничего не купить, это минимальная цена, у них была цена у первых миньонов порядка 14 тысяч долларов, у вторых 19 тысяч долларов. И, как правило, на вторичке все часы там в несколько раз дороже. Ну, на мануфактуре у вас разве возможно это купить? То есть надо прийти сюда, встать в очередь, там какая-то у вас хитрая система покупки, я знаю, что у вас есть постоянный пул коллекционеров. их нет. Ничего, к сожалению, хитрого нет, просто есть реальность. То есть вы производите часы, за которыми большая очередь. То есть как быть на такое вот уравнение? И понятно, что, то есть у нас за 20 лет, во-первых, есть большой действительно пул коллекционеров, которые за нами следят и коллекционируют наши часы. Во-вторых, у нас уже сформировался большой лист ожидания, поэтому мы работаем, как правило, с следующим образом. То есть когда мы создаем и мы презентовываем новую модель, там заранее или в момент мы делаем предложение нашим, там части, наших постоянных клиентов, нашим партнерам и, соответственно, новым людям из листа ожидания. Как правило, единомоментно мы отправляем предложения, вот, и если они в каждом короткое время там дают обратную связь, приобретают, то есть все остаются, кто первый успел, то, соответственно, и имеет возможность их приобрести. То есть все честно, все прозрачно. И это какая-то только одна модель, которую вы планируете в это время делать, как я понимаю. То есть там, условно, знаменитого Джокера вот сейчас можно купить только на вторичном рынке у кого-то. Конечно, да. У вас уже их не осталось этих часов. Ну, уже 6 лет их нет, да. Среди российских часовщиков вы сейчас самый дорогой? Да, конечно. Как вы относитесь к брендам, которые, очевидно, осознанно ставят какую-то вообще сумасшедшую цену, типа Ришар Миль? Вот они пришли на рынок, тоже относительно не так давно. Почему? Что это за бренд? Почему это покупают? Вы понимаете? Совокупность ценности и стоимость. Ну, это две разные величины. Вот там, во что мы их оцениваем и за сколько мы их продаем. Две разные вещи. Там есть еще продакшн, цена, продакшн кост, то есть их себестоимость. Разное там определение цены. Если Ришар Миль, в частности, я так понимаю, начинал создавать свои часы с пониманием того, что должны быть самые-самые-самые с точки зрения технологий и это должны доносить, условно говоря, лучшие люди планеты. За счет этого человек, ну, как бы имел возможность и создавал, и продвигал таким образом. То есть история от меня отличается тем, что я старт, уровень старта немножко другой. То есть я начинал как часовщик, ну, как предприниматель, а потом просто часовщик, который сидит за верстаком. У него, как бы, своя там бизнес-стратегия, которая, ну, наверное, успешна. Но оценить эту ценность и работу можно, наверное, сравнив стоимость на вторичном рынке этих часов со стоимостью, с розничной стоимостью этих часов. Как вы думаете, такие часы будут цениться в будущем? Являются ли они хорошей инвестицией? Потому что вот условно Бреге, мне понятно, что я могу там прочитать Евгении Онегине о том, что еще Бреге прозвонит ему обед, и я понимаю, что это огромная история, что это вообще что-то колоссальное, или там ваша история, что вы такой уникальный изобретатель, постсоветский, единственный, кто сделал турбион. А вот Решар Миле, ваше отношение к этим безумно дорогим часам? Вы можете пример привести Rolex, например, то есть действительно есть бренды, у которых история и бренд насчитывает сотни лет, там, или в Аширон, или Патек. Есть пример Rolex, которому там порядка ста лет бренду, да, вот тоже свои истории, и они же продают фактически не часы, да, тоже какую-то мечту, и то, что касается Решар Миле, они тоже продают не сколько часы, а сколько там созвучия там с какими-то звездами, которые эти часы носят, с какими-то ценностями связанными, вот мы сделали самые тонкие, там, самые сложные, чем-то еще, то есть тоже работает, я думаю, что и пиар, и маркетинг, и построение бренда грамотно. Каким мы увидим бренд через, там, 40 лет, если правильно люди строят бренд, если могут выстроить мануфактуру свою, там, своим производством, смогут развиваться с технологической точки зрения, наверное, это будет успех. Вам не обидно, что вот для иностранца ваши часы доступнее, чем для человека из России? С точки зрения возможности отношения заработной платы к стоимости часов, ну, как бы, увы, наверное, да. Вот, но тем не менее, в России у нас очень много покупателей, все равно есть людей, это большая часть это люди предприниматели, имеющие свой бизнес, вот, которые покупают там наши часы, конечно. я читал, что у вас более 90 патентов. Для чего это? В России это вообще работает, авторское право, или это для для веса бренда? посмотрите, это один из важных для меня творческих процессов, техническое творчество, то есть придумывать что-то новое, используя там свою фантазию, воображение и техническое мышление позволяет тебе стать изобретателем, поэтому смысл не в патентах на стене, а в каких-то новых идеях или функциях, которых ты можешь потом создать в своих часах и собственных механизмов. Гордитесь каким-нибудь патентам особенно? Первый патент самый важный индикатор даты православной Пасхи, потому что естественно были и последующие и более интересные, но здесь как раз впервые сочетания и механики, и математики, и даже оптики сошлись в одном устройстве. Одна из культовых моделей у вас это марсианские часы, как вы рассчитывали марсианское время? Это марсианские сутки, марсианский календарь, марсианские сутки длиннее дольше солнечных суток, 23 часа 39 минут 38 секунд. Поэтому они астрономически известны, задача только разными способами обеспечить либо преобразование солнечных суток в марсианские, либо, собственно говоря, в одном из наших часов, это марсианский турбион, который были два года назад сделаны, там обеспечено просто изменение частоты, колебаний баланса для того, чтобы часы показывали марсианское время. Какие у вас самые долгие в производстве часы? Вы делали какие-то несколько лет, я знаю. Ну, например, лукоморье, там, где цепью наматывается индикация, механизмы от них стоят на сборочном участке, там, они создавались в течение пяти лет. Вот, сложные часы, как бы, вообще, это моя страсть, да, потому что мы создали, там, самые сложные в России наручные часы, московскую пасхалью еще в 2016 году. Перед этим тоже, там, северную пасхалью, эта вот история с пасхальными календарями, она очень интересна, потому что, там, и много математики, и сложные механические устройства, которые привозят в движение. И, например, вот мы сейчас к благотворительному аукциону Only Watch, который пройдет 5 ноября в Женеве, создали самые сложные, еще одни самые сложные российские часы. Это часы звездочет, где 16 усложнений, 16 усложнений и больше, чем 660 деталей. История со сложными часами, она не только про достижения какие-то, это как раз про решение, там, ну, вот этих невозможных каких-то задач, построение для себя невозможных целей. Это очень сложная техническая задача, когда нужно в ограниченное пространство запихнуть большое количество деталей. Почему скелетон это круто? Это сложно. Сложно показать финишную обработку высокого качества без дефектов, без пыли, без всего, так, чтобы человек, который покупает такие часы, смог в лупу на них посмотреть и не увидеть, увидеть сложность механизма и при этом не видеть каких-либо дефектов на нем. Неварцы. Как вы придумали Джокера? Вы понимали, что он будет успешным? Ну, это был такой вабанг, вынужденный в тот момент. 2016 год, к Джокеру надо прийти не сразу, то есть этому последовала определенная цепочка событий. Первый пример это часы синема, да, то есть когда я их придумал в 2012-м, впервые они были показаны на выставке Базельворд в 2013-м году. Основная фишка в чем? То есть вы видите прямоугольный черный корпус такого не совсем классического, но интересного дизайна, напоминающего старую фототехнику и когда я их привез на выставку, начал показывать посетителям, клиентам. Когда ты нажимаешь на кнопку, у тебя в окошке здесь начинает бежать лошадка и абсолютно вот все десятки людей, которые успели их посмотреть, ни один не просто окей, такого нет. Когда вы приходите к часовой витрине, посмотрел, это классно, покивал, здесь абсолютно у всех меняется эмоция на лице. Кто-то смеется, кто-то прям удивление, разные эмоции меняются на лице. То есть вы нажимаете кнопку, видите лошадку, которая побежала, все, сразу изменение эмоций. И вот этот важный момент, который для себя я понял, что в часах часы могут менять что-то, при коммуникации с ними ты посмотрел на часы и ты поменялся. Или ты, там, человеку какая-то эмоция появилась. Буквально с этого момента дала мне какой-то шаг погрузиться именно в часы как в искусство, сделать акцент на изучение современного искусства, не часового вообще. С того момента я очень много занимался исследованиями, я очень много рисовал антропоморфных каких-то персонажей и часов с антропоморфным дизайном. Ну, как бы откладывал это потому что до этого если смотреть мои часы они сложные. Антропоморфные похожи на человека просто. с чертами лица. И дальше я начал создавал сложные часы, там, Луноход, Карпедиян, другие модели с каким-то тоже не классическим дизайном. Но без юмора. Без юмора. С Джокером потом я начал додумывать какие-то антропоморфные часы рисовать, потом вспомнил, что у меня были часы Деколог, такие с еврейской индикацией, там с перевернутым индикатором фас Луны. Потом сделал конструктор детский, вот они у меня на столе здесь стояли, часы Клокус, в которых были тоже индикаторы фас Луны. Я просто в какой-то момент, когда в 2016 году я готовился к следующему базелю, к сожалению, сделал прототип, это было где-то в августе 2016 года и часы просто не заработали. Ну, механизм не заработал, надо было очень долго дорабатывать или вообще от этой идеи отказаться. Нужно было срочно сделать что-то еще. И вот я посмотрел на эту улыбку на часах и просто подумал, почему просто два глаза туда не добавить, вот это вроде не очень будет сложно, но как бы к базилистской выставке я успею. Просто в Корреле начал рисовать, добавил два глаза, вот, улыбка, ну и дальше начал сел дорабатывать дизайн. Вы горели по срокам, хотели успеть к базилию. Да-да-да, осталось 6 месяцев всего, да-да. Это ваш герой Джокер вообще? Ну, целиком, да. Ну, в смысле, вы есть последний про Джокер? Который 4 или 3 года назад делал, да-да-да. И как он? А соответствует настроению ваших часов? Ну, тот очень, ну, наверное, все-таки, если переноситься к настроению, у меня больше, наверное, более позитивный, не такой психологический серьезный. Ну, последний, да, точно. Там больше безумия. Не ворцы. А деньги для вас вообще, что значит? Потому что, исходя из вашей философии бизнеса, вы не гонитесь за сверх прибылями, за сверх Она реинвестируется всегда в производство. Помочь и создать вот то, что у нас сейчас есть, с теми возможностями, это только реинвестиции. У меня люди, ну, должны быть прямо очень довольны, мне кажется, кто работает здесь. Потому что и такое отношение справедливое с моей стороны для сотрудников и с точки зрения там эмоционального поощрения финансового, наверное, мне кажется, немногие руководители могут этим похвастаться. Почему вы такую приняли для себя стратегию? Многие же, наоборот, там в России платят очень мало, продают там очень дорого, и у них большая маржа. А куда деньги девать? Ну, купить себе дом на рублевке, забор поставить большой дворец в Геленджике. Масса вариантов. Жизнь коротка, и у меня там цели другие. Я раньше там и мотоцикл или какой-то экстрим, горы, вот такая, вот именно можно туда потратить, наверное, скорее-скорее время. Сейчас очень много творческих задач интересных вдруг появилось, да, то есть их очень много. Видите, много реализованных патентов не только для детей, а на внуков останется. Хочется при жизни увидеть то, что ты придумал. И, наверное, это тоже как самоцель с одной стороны. С другой стороны у нас большой непрорыв от движения, динамику со стороны построения вот этого сложного производства, которое есть у нас. Я этим горжусь, это моя страсть, и все думают, что я здесь живу прямо на диване здесь ночью. Если не брать ваш бренд, а вот другие взять бренды, вы бы какие хотели себе часы? Вот вообще любые. Но чем дальше, тем, соответственно, у тебя развивается насмотренность, развивается вкус, ты начинаешь к этому спокойнее относиться, и сейчас, к сожалению, год за годом все меньше и меньше вещей тебя начинает удивлять и радовать, и, скажем, призывать какое-то желание обладания. Поэтому, отвечая прямо на вопрос, ну, конечно же, у меня сейчас нету фаворитов вообще, да, то есть нету часов, которые я бы хотел носить. Из зарубежных брендов у меня только одни есть часы, это Омега Спидмастер, которые были куплены исключительно для и технического сравнения между нашими космическими часами и Спидмастером, да, то есть как они работают в разных условиях. Вот, поэтому я там без там снобизма, ну, говорю, что мне нравятся многие, так, чтобы я там купил себе, там их носил, ну, абсолютно ноль. То есть у меня нет таких... Вам этот мир абсолютно понятен, как в этом ролике, да? Не форцы. Мы сейчас на финальном участке, на котором происходит сборка. Ну, почему финальный? Потому что у нас, скажем, производство деталей начинается с заготовки, оно проходит большое количество различных этапов, и, наконец, вот, приходят в эту тихую, спокойную комнату, в которой сидят очень занятые своими делом сотрудники, вот, и собирают часы. То есть на выходе мы уже потом получим, пока еще нет, везде процесс все, мы получим потом уже готовые часы в сборе. Ну, и сборка часов между собой и тестирована длительно. Вот сейчас, например, там, вот это вращалки, там проверяются отдельно собранный механизм для того, чтобы проверить, как работает у него автоматически подзавод. Никит, ты сколько сидишь за верстоком? Ну, вот, в течение дня вот за рабочим местом 8 часов. А, это твой первый опыт? Да. Вот. Вы до этого часами не занимались? Нет. Мы не занимались по продажам. А, серьезно? А почему сюда перешли? Очень интересно, узнал про Константина, про мануфактуру, вообще про российское рисовое искусство и очень заинтересовался. Решил освоить мастерство. Сколько? Сколько вы тут лет в среднем все работаете? Вторую неделю. А, вы тут вторую неделю, то есть новенький. Да. Не форцы. У вас вот эти часы, они изготавливаются полностью в этом одном здании, правильно? Да. Или нет? Ну, и у нас есть покупные компоненты, в некоторых случаях в очень недорогих часах мы используем базовый механизм сторонник производителей, но сейчас в последнее время мы делаем часы с собственными механизмами in-house, то есть у нас уже много месяцев, скажем, вот эта сложная работа идет над собственными часами с собственными механизмами. И в каждом механизме порядка 400 деталей, очень сложных деталей из тоже нетипичных для часового производства материалов, таких как авиационный алюминий, сложные технологии обработки, сложные технологии изготовления, тоже нетипичные для часового производства. А кто-нибудь в России еще делает свои механизмы? Ракета, Чистополь, сейчас Челябинск, вот несколько лет назад. Это часовой завод «Молния», который делал карманные часы. Ваши сотрудники, где вы их находите? Потому что это кадры, как я понимаю, редчайшие. Нетривиальная задача, особенно для октября 2023 года, особенно специалистов в нашей сложной технической области и готовых нет. Нам приходится учить. Подчеркну еще раз разницу между российским и швейцарским часовым производством, заключаясь в том, что в Швейцарии большое количество часовых производств, 500 лет опыта производства часов, с сотнями различных предприятий, манфактур, в которых находится большой рынок труда, сопутствующий всему этому. И, конечно, есть возможность условно говоря схантить либо нанять какого-то готового сотрудника. Здесь у нас нет учебных заведений, то есть есть пара учебных заведений, которые учат самый начальный уровень, знакомство с часами, немножко может быть какой-то там легкий ремонт. Все остальное это специалисты, которых ты берешь с нуля и, соответственно, приходится очень долго учить по-разному. Есть сотрудники, которых надо учить много лет. Например, высококлассный часовой мастер, который может собирать сложные механизмы, я думаю, что минимум пять лет требуется на обучение такого сотрудника. Конструктор, который может самостоятельно проектировать часовые механизмы самостоятельно, я думаю, что и того дольше. Поэтому люди выращиваются, можно сказать, выращиваются здесь как бы от какой-то базы, но желательно есть, чтобы была техническая база, ну и, соответственно, дальше выше. Такие инженеры, они сколько могут зарабатывать часовщики? У меня зарплата очень высокая. Я думаю, что выше рынка. То есть это несколько сотен тысяч рублей в месяц или меньше? Да. Не уехал никто из ваших за границу? Ну, по-разному. Конечно, очень держимся. То есть наша задача саккумулировать все здесь. Существуют определенные риски, сегодняшняя ситуация, но как бы я ничего не могу с этим ничего с этим не могу поделать. То есть надо принять как там как судьбу и продолжать двигаться дальше. В Швейцарии сотрудникам пришлось бы платить раза в 3-4 больше? Ну, где-то так, да. То есть там сейчас открывать новый часовой бизнес нерентабельно. Вот представьте, вот если вот вам сейчас 26 лет. Конечно же, рентабельно. Да? Если это будет аутсорс, так как работают швейцарцы и занимаются там инхаус только сборкой или производством одного-двух компонентов, конечно же, рентабельно. Это 100%. Нет, а вот такую полную мануфактуру, как у вас? Полную мануфактуру... Новую. Я думаю, что... Ее там не создается, и рок уже занята? Постоянно создаются новые бренды. Не поверите. То есть каждый год какой-нибудь либо маленькая независимая компания, либо новый бренд создаётся. Некоторые достаточно быстро выстреливаются и чувствуют себя успешно. А какая у вас 200 миллионов рублей? Основную выручку для компании приносит Рисмоны, да. Это, наверное, 80% ваших выручек. Я думаю, что где-то так, да. А видели ли вы вот такие аналоги на разных сайтах, типа Авито? Да, это смешно. Это всё подделки, да? Это всё подделки, конечно. В руках держали такие? Что-то держалось, что-то мне дарили даже. Какие-то подделки. И как? Вот сразу отличаете? Ну, конечно. И даже там по фотографиям, то есть не держа в руках более-менее понятно. Как вы к этому относитесь, к фейкам? Ну, есть очень известная там фраза, которая определяет там fake watches for fake people, да, поэтому я естественно не могу это приветствовать и не могу на это как бы сильно положительно реагировать. Другой вопрос, что когда встал вопрос о появлении первых фейков, это ещё в 17-м году как раз было по поводу джокеров, я там первоначально это болезненно воспринимал, потому что у нас это и там запатентованно, и тут патент как бы и на промышленный образец, я сейчас думаю, сейчас с юристами мы начнём бороться с этим. Но после первой попытки... Посудили с кем-то, да? Ну, я говорю, после первой попытки каких-то попыток что-то сделать, там с китайцами с одними, и с итальянцами сначала начали эту прекрасную историю. Затем пришло понимание, что это в общем не остановить, ну, это нельзя остановить, потому что вы знаете, какое количество подделок под какой-то фэшн существует, это невероятно огромная индустрия, зачастую превышающая по объёму выпуск, собственно говоря, самих брендов. Подделки Гуччи продаются лучше, чем сам Гуччи. Вот. И я как-то прочитал историю Брайт и Фрайт, это изобретатели самолётов, вот. Прекрасные изобретатели создали действительно первый прототип или первый самолёт, вот, и потом там всю свою жизнь судились с теми, кто делал какие-то аналоги, да, вот. И в итоге их как бы изобретательская деятельность закончилась на создании там первого самолёта, и в общем дальше они остановились, вот всю жизнь боролись, потратили много энергии, много сил, много эмоций на это, вот. Я это вижу уже спокойно на это реагирую, потому что, то есть надо как бы посмотреть на это и двигаться дальше, да, то есть не тратя на это энергию, потому что, ну, зачем бороться с тем, что нет, остановить, лучше двигаться дальше, задавай вещи лучше, интереснее, вот, поэтому я там уже спокоен. Вторая сторона этого вопроса, это то, что люди хотят ваши часы, но они стоят объективно дорого, миллионы, три рублей, за них придётся выложить на вторичном рынке, а линейки подешевле, подемократичнее, может быть, заводские какие-нибудь не думали? Постальные вопросы мне задают, да, и в социальных сетях, и, допустим, на встречах там с какими-то поклонниками, да, которые действительно не имеют возможности купить часы, есть несколько вариантов, да, решения этой задачи, то есть первое, у нас был опыт выпуска недорогих часов под другим брендом, например, путник, да, часы с индикацией времени России, первый вариант, то есть сделать какой-то суббренд, который бы производил, возможно, мы не на мануфактуре делали, с какими-то заказными деталями, да, произведёнными, возможно, там, не на мануфактуре, здесь только собирали, и, соответственно, это один из вариантов, потому что это бы, конечно, было недорого. Второй вариант, это то, что мы делаем, это работа с различными коллабами, конечно, речь не идёт там про 100 тысяч рублей, это стоит дороже, вот, но у нас есть пример работы со швейцарскими брендами, такими как вот Луи Ра, это последние, вот в этом году было две премьеры, это часы Тайм Итер, где был полностью мой дизайн, и я знаю, что много моих поклонников, которые не могут приобрести Джокера, смогли приобрести эти часы, правда, они были быстро, были быстро проданы, и уже сейчас на вторичном рынке стоят около 10 тысяч долларов, теперь стоит, а продавались они по 4, вот, и, либо вот у нас было в прошлом году сотрудничество с китайским брендом Бернс, в котором у нас тоже был коллаб, и вот, если не ошибаюсь, они в районе 5 или 6 тысяч долларов стоили эти часы. А что бы за 100 тысяч рублей? Это сложнее в сегодняшней истории, но, возможно, опять же, то есть не под брендом Чайкина, либо какой-то коллаб это будет, то есть у нас есть тоже такие, как бы, идеи и мысли, либо коллаб, либо у нас будет тоже под суббрендом выпущена коллекция, где какие-то из усложнений там Чайкина могут там присутствовать. Насколько это маржинальная история? Ну, у разных брендов по-разному, я, знаете, я знаю, что есть бренды, у которых там маржинальность колоссальная, тысяча процентов маржа, вот, понятно, что они там работают с ритейлу, уже минус 50% скидка ритейлу идет, там, какие-то маркетинговые инвестиции, вот, но по сравнению с розничной цена, цена производства такая. В нашем случае, на самом деле, можно посчитать, у нас достаточно маленькая маржа для рынка, и поэтому, если речь заходит про скидки, например, ритейлу, то есть, у нас их практически нет, либо очень-очень маленькие, в редких случаях. Вот, и все это связано с тем, что у нас, ну, с точки зрения маржи, то есть, мы не рассчитаны на работу там с большими ритейлерами, мы не рассчитаны на большие скидки из-за того, что у нас, то есть, несмотря на то, что мы в России производим, и несмотря на то, что у нас, скажем, фактически более низкая, низкий уровень заработной платы, у нас существует там большое количество дополнительных расходов, которых нет там у швейцарских производителей, с другой стороны, вот, и третье, все-таки у нас количество часов по отношению к их рыночной стоимости и сложности не просто сопоставимо там с аналогичной рыночной стоимости зарубежных брендов, а даже немножко, я бы сказал, меньше. Сотни процентов маржинальности, в этом бизнесе? Для некоторых. А для вас нет? У нас маленькая маржа. 30%? Типа того? Ну, иногда меньше. А иногда бывает минус, как в прошлом году было. Из-за курса? Да. Когда был курс низкий, 55, вы в минус работали? Просто в минус, да. И некоторые модели часов у вас в минус. Вы рассказывали, что вот марсианские, они не приносят прибыли? Марсианский минус, вот Джокер, Скелетон в прошлом году, они просто в минус были проданы. Не парцы. Вы трудоголик? Наверное, все-таки да. То есть, трудоголик, это как бы труд во имя труда? Наверное, нет. А трудоголик в плане того, что жизнь очень коротка, тебе надо очень много сделать, вот, и к сожалению, вот есть у нас только 24 на 7 для того, чтобы это реализовать, поэтому в минус выходные, минус отпуска, минус иногда сон, то есть, ты стараешься эти задачи решить. Но у вас вот такая трогательная фотография с семьей на столе, хватает на нее времени? Мало. Это одна из там ключевых болей, скажем так, потому что, конечно, создавая какие-то там невероятные вещи, иногда приходится с семьей на второй план. Это увы так. Планируете компенсировать когда-нибудь? Когда, конечно, у меня четверо детей, я очень надеюсь, что кто-то из них сможет вовремя занять мое место, и я тогда-то смогу отойти и вернуться там на покой. То есть, вы видите, это как фамильная такая история, семейная? Конечно. А уже есть предпосылки к этому? Ну, старший сын пробовал, вот пока он еще, наверное, слишком молод, вот, он сейчас учится, возможно, когда-то мы с ним вернемся к этим разговорам. Младший очень хочет, средний, как бы, наполовину, дочь пока в размышлениях, в общем, у нас дискуссия пока идет на эту тему. Какой был самый лучший год в России за последние 20 лет для вас? Самый классный? Слушайте, ну, наверное, 17-й, 18-й, 19-й очень неплохо на фоне, как бы, последних трех лет. сейчас тяжелее, но, ну, у меня ощущение, что все, как бы, ну, с точки зрения решения, там, всех задач и роста, оно только, как бы, идет вперед. Вы не ностальгируете по, там, Советскому Союзу, хотя бы, вообще ребенком были? Нет, нет. То есть, вот вы не про совок? Нет, точно. Не про то, что мы должны, там, закрыться, стать империей? В Советском Союзе, то есть, мне, как производственнику, наверное, мне, как производственнику, да, то есть, есть какие-то ценности, которые, вот вы там подсмотрели на плакатах, и они по факту были, да, там, например, там, суровое, сложное и тяжелое, там, сталинское время, да, там, где опоздание на работу пять минут, как бы, и минимум, там, это, там, лишение всего, а максимум, там, это арест какой-то мог грозить человеку за то, что он там опоздал на работу, вот, сегодня все-таки у нас там совершенно другая, как бы, ситуация, мотивация у людей другая, и ценности совершенно другие, которые были в советское время, поэтому, ну, ностальгия может быть в каком-то очень маленьком ключе, именно к производственной какой-то культуре, которая была в то время, к ценностям производственным, которые у людей, там, не, наверное, не у всех, но участие были людей и мотивации в то время, огромное количество различных достижений было в Советском Союзе, несмотря на цовок передовых, научных, производственных, технических. Поэтому, наверное, поэтому какая-то ностальгия есть. Потому что, конечно, больно смотреть на именно сегодняшнее российское производство в сравнении с тем, которое было в Советском Союзе. Не парцы. Вы ментально русский человек, потому что черты такого крутого часовщика, вот эта собранность. Это борьба самим собой, знаете. Для того, чтобы их себе выпистывать, потребовалось много лет. Точно больше 10 лет ни один раз не опоздал на работу. Ну, это какая-то немецкая философия. Ordnung, порядок. Ну, смотрите, чтобы сделать часы, процесс производства часов – это обратный процесс энтропии. То есть это производство из хаоса создания порядка. То есть вы имеете много, как Микеланджело из куска Морамора создал Давида. То есть, собственно говоря, здесь из какого-то хаоса, из разрозненного материала нужно создать порядок. А квинтэссенцией порядка являются часы. Понимаете? Часовой механизм. Потому что не будет порядка в голове, в душе, на производстве определенного, то и не будет и результата. Поэтому это постоянная борьба. Но есть и другая история, конечно, что если будет идеальный порядок, то не будет творчества, то здесь должны как бы вещи эти тоже выживаться в одном человеке. Я давно не отдыхал. Последний выходной у меня был в апреле. Тут уже просто на драйве, на автомате. То есть невероятное количество сложных задач, которые можно каждый день решать сегодня. Вот. Я их как бы уже привык решать. И вот здесь поток людей не видели, которые идут с различными вопросами. И с одной стороны, мне круто, что ты единственный знаешь на них ответ. А с другой стороны, как бы, это ужасно, потому что ты один можешь дать на эти вопросы ответы. Константин, изобретателей, русских инженеров, известных сейчас, к сожалению, не так много. Но я уверен, что многие хотят ими стать. Просто боятся, потому что в юном возрасте нас подталкивают, не знаю, родители, общество, окружение к чему-то более приземленному. Стать изобретателем это вызов в первую очередь себе. И как вы думаете, какие качества вам помогли достичь того, что получилось сегодня? С одной стороны, внутренняя дисциплина, с другой стороны, какое-то свободное мышление. Вот. Вещи кажутся немножко несовместимыми, но вот они живут. Внутренняя дисциплина, то есть для того, чтобы построить свой бизнес все-таки там без особенно производства, а особенно часовой производства, то есть без дисциплины для себя и окружающих, к сожалению, это сделать никак не получится. Иначе просто часы не соберутся, потому что вы не сможете сделать даже одну деталь. Потому что она будет неправильной, не точной, не будет работать, не по технологии сделана. Но хаос определенный, но не как хаос, как творчество, как воображение, она должна быть, потому что, наверное, с детства, то есть у многих, наверное, все это развитое очень сильное, фантазии, воображение, то есть нельзя давать им угасать. И, например, я считаю, что важным фактором для меня в детстве явилось большое количество фантастики или научной фантастики, которую я прочитал, начиная от Керы Булычева, из Тругацки, в общем, очень много всего, которое я прямо в 80-х годах безотрывно под изъялом с фонариком читал. То есть это прямо очень важно, то есть развивать воображение и как куда-то вперед смотреть. Я прямо до сих пор даже фантастику читаю, например, известного китайского писателя, фантаста Лю Ци Сыни. Точно нужно стараться двигаться в сторону недостижимых целей, совсем недостижимые цели, и стараться выстроить путь, как туда двигаться и туда двигаться. Сегодня многим людям достаточно сложно эмоционально, у кого-то порушились их мечты, которые они себе ставили, кому-то пришлось кардинально изменить свою жизнь, заняться чем-то другим. И в целом у многих достаточно тяжелое такое упадническое настроение. Пожелайте что-нибудь таким людям. С учетом колоссальных трудностей, которые у нас есть за последние 3,5 года или за последние полтора года на фоне может быть для кого-то тяжелого эмоционального давления. Поверьте, то, что как производителя нас окружает, то количество трудностей, которые у нас есть, оно невероятно колоссальное и для многих кажется неподъемным. Когда я справляюсь с каждой из этой трудностей, то есть я прямо чувствую, знаете, то, что нас не убивает, а делает нас сильнее, эмоционально сильнее, пожелать помимо терпения, кстати, это важнейшее качество часового мастера, терпение, вот, еще находить как бы позитивные вещи вокруг, да, и там с радостью справляться с трудностями, которые есть, потому что как там было написано на кольце Соломона, да, там нет пройдет, вот, все будет отлично. Добавил субтитры, субтитры, бежусь, дитя, да, там субтитры, субтитры, Субтитры сделал DimaTorzok